МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалости это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они хотят им... Когда дети бесят. Бесят. Ну, можно баловаться. Ой, в школе у нас мальчишек много шалит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно не обращаться ни более на взрослых, а пошутить, например. Не так там затопались, только у милиции был соседей. Шалости это значит... Это жалуются на родителей. Ну-ну-ну, говорят родители там. Шалить это плохо. Дядя Хрюшка-вторучка. Ой. Хи-хи-хи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Студия ровнясь, смирно. Равнение на середину. Командовать парадом сегодня буду я, верховный главнокомандующих детских шалостей, глюкоза. Вы наверняка уже догадались, что наша сегодняшняя программа посвящена величайшему празднику всех времен и народов Дню Защитника Отечества. Всех мальчишек и их пап, которые, я уверена, смотрят нашу программу вместе с сыновьями, поздравляем с наступающим праздником! А мальчишки 23 февраля с удовольствием примут подарочки. Хотя многие из них совсем даже не горят желанием идти в армию. Наверное, им что-то с детства про нее не то рассказали. Ведь нам же рассказывают, что делать уроки важнее, чем играть. Что на уроке нужно смотреть на доску, а не плеваться про макашка из трубочки. Что учебник математики интереснее комиксов и мультфильмов. Но все знают, что это не так. Так может быть и армии это прикольно? Сегодня мы это и узнаем. И в этом нам помогут сегодняшние игроки. О службе в армии они знают не из телевизора. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы привыкли о них слышать как актеров, певцов и фотографов. Но раньше они были рядовыми и сержантами. И сейчас мы будем с ними знакомиться. Александр Носик. Я. АПЛОДИСМЕНТЫ Где служили? Сержант запаса, автобат ПВО, город Белгород, ВЧ-27898. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, здрасте. Здравствуйте. Расскажите, женаты, дети есть? Где? В планах. Пятилетний план развития. Саш, есть какое-то общение с детьми вообще? Ну, вообще-то... Да, да, да. Вот, пожалуйста, Носик Сережа, хороший мальчик. Сегодня в нашей программе главная задача понять наших детей. Вот как ты будешь это делать? Раз детей у тебя нет, жены у тебя нет, вот один вот такой вот ребеночек. Вот понятный, он очень понятный. Ну да. Как ты будешь их понимать? Или ты сам еще в душе ребенок, и тебе, в принципе, вы будете общаться на одном языке? Думаю, что да. Мы это обязательно проверим. Сергей! Каких войска служили? В каком палку служили? В танковых. Так. Как вы влезли в танк? Задом наперед. Я прочитал объявление. Продается танк Т-34. Два люка, кожаный салон, без пробега по СНГ, и решил, это мое. И пошел с ним. Сергей, расскажите, есть ли у вас дети? Да. Сколько? Дочка Маша, 10 лет. Жена тоже есть. Здесь должны звучать аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы переходим к Олегу. Да. Завайкальский военный округ, ансамбль песни и танца, оркестр, партия первой трубы. Потрясающе. Пока кто-то служил, кто-то выбрал. Олег, вы именно тот человек, который в армии по утрам будит всех своей трубой? Будил, будил, да. Олег, а сейчас можете какой-то мотивчик напеть? Ну, как мотивчик, ты понимаешь, с собой трубы нету. Мотив подудки. Подудки? Прощение славян. Подъем. 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 Прощение славян. Каждый день. А навыки-то сохранились. Аплодисменты Олегу. Олег, скажите, есть ли у вас дети? Есть. Вы женаты? Да. Расскажите. Дочь. Дочь. Сколько лет? 16 лет. Прекрасно. Аплодисменты Олегу, а мы переходим к Вадиму. Вадим у нас, я хочу напомнить, уже играл. Правильно, Вадим, вы же были у нас уже в гостях? Да, был, давно, правда, был, был, был. Сразу понятно, какое время. Скажите, как ваша жизнь изменилась после детских шалостей? Да, как сказать, впал в детство частично. Решил продолжить. Отлично, что я требовалось доказать? Мы его поднимем. В каком полку служили? Автобаза генерального штаба. Аплодисменты. Депрессор запаса. Это может, оказывается, кто по ночам бензин-то... Вадим, ну, все-таки мы вас еще спросим, а то мало ли мы, что изменилось, за это время, пока вы отсутствовали в нашей программе? Дети, жена, все в том же составе? Нет, сыну по-прежнему 30 лет, в общем, вот так, вот так. По-прежнему женат. Аплодисменты, что по-прежнему женат. Спасибо. Спасибо, Вадим. А мы переходим к Сосо Павляшвили. Доложите. Служил в Латвии в авиации часть 22-799. Рядовой. Аплодисменты. Чистые погоны, чистая совесть. Сосо, я знаю, вы многодетный папа. У меня две маленьких ангела, девочки. И 21-летний мальчик Ливан. Я вообще являюсь как отец солдата. Знаете, фильм? Вот я отец солдата. Мой Ливанчик закончил Суворовское училище. Я сейчас на четвертом курсе военно-технического университета спецстроя России. Поэтому у меня прямое отношение к армии. Вы ему какие-то приколы из своего армейского прошлого рассказываете? В основном связанные с женщинами. Потому что я там был как министр культуры. Когда они узнали, что я студент консерватории по классу скрипки, меня вырвали из гаубахты и посадили в дом офицера. Я там приносил пользу. Я там создал вокально-инструментальный ансамбль, духовой оркестр и хор из жены, дочерей, офицеров. Поэтому все было замечательно. То есть вы были в цветнике и в полном цветнике. Аплодисменты ССО. А мы переходим к Владимиру. В каком полку служил? У меня тоже была авиация. Город Кутаисии. 40, не помню, 54, по-моему, какая-то часть называлась. Я был киномехаником, почтальоном, художником и, естественно, фотографом. Вот как-то так все. Почти грузы. Да. Город Кутаисии. Город Кутаисии. Да, да, да. Город Кутаисии. Детей нету, но как бы все в планах. Но у меня есть шесть племянников. И, в общем, это опыт общения с детьми, он такой богатый. Шесть просто племянников. То есть все мальчишки? Нет, нет. Там они разные, как бы, ничего, какие мальчишки. Но просто как бы опыт с детьми, он такой, очень близкий. Потому что мы все росли как одной большой семьей, поэтому я все знаю, как они будут. Значит, Володя, опыта у тебя достаточно. Опыта достаточно, да. Ну, сегодня ты нам его и продемонстрируешь. Не знаю, да, посмотрим, что. Ну, с игроками мы познакомились. Теперь будем знакомиться с детьми. Ура! Кто первый встречает вас у ворот в военной части? Часовой. А. Сегодня на часах детских шалостей. Паша, наш философ дня. Жизнь – это самая хорошая вещь. В жизни было много чего интересного у человека. Например, за два года Лев Николаевич Столстой в своей жизни изучил алгебру и геометрию. Потом еще в жизни, например, Альфред Нобель изобрел глицерин, который добавляют в динамите. Это детские шалфы на канале СТС. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, бойцы, с чего начинается день в армии? С подъема. О. Ответ неверный, а потом? Потом пробежка. Зарядка. Пробежка, потом зарядка. Развинка. Разминка. Ну, мы так как на гражданке, у нас будет разминка. Так это у вас уграждался. И сейчас мы к этому и приступим. Как вы разминались в армии? Мы не можем показать это на телеэкранах. У меня это разминка бывает разная. Олег разминал рот, чтобы начать сразу дудеть. Сергей, что же тогда разминали вы, что вам стыдно об этом сказать, если Олег разминал рот? Я разминал то, чего у меня сейчас тоже не хватает. Мозги. 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 Да. Я старался их размять. Именно это, Сергей, мы сейчас и будем разминать. Да. Ваши мозги. Да. Для того, чтобы они превратились в детские мозги. И вам было легче играть в нашу игру. Правила нашей разминки. На экране появятся дети, которые вам будут объяснять слово. Вы должны дослушать это слово до конца и потом молниеносно с реакцией настоящего бойца нажать на свою кнопку и дать правильный ответ. Это разминка, поэтому здесь можно ошибаться. Тема нашей программы героическая, но так как у нас программа детская, она у нас будет называться «Сказочные герои». Ну что, правила понятны? Так точно. Внимание на экран. Да, это мы сержанты. Он бывает в сказках. Есть хорошие, есть плохие. Но он весь зеленый и пояс у него черный. Но плохие, они более вот такие, более... А если в сказку верить, тогда сказка оживет. Он дружит с лесными зверями. Они еду готовят. Они на зиму. Да. Они когда чувствуют еду, они сразу на носу встают и нюхают, а потом сразу бегут есть. Это такой маленький человечек, у него такая классненькая шляпка. А еще не хуже смешные. Они похожи, ну, прям на капельку, на дымового. Они работают в пещерах. И сюда там вся хелубина. И первой на кнопку нажал Вадим. А если играл, то в первую кнопку нажимал. Понятно. Ну, Вадим. Глоны. Правильно. Вадим, и если бы это была игра, то вы бы уже были в следующем туре. Но так как это разминка, то мы просто вас поздравляем. А чего тогда радуетесь? Давайте еще одно слово. А давайте поменяем правила на это слово. Сейчас на экране появятся дети, они вам будут объяснять слово. Только теперь вам не нужно дожидаться, когда дети закончат свое объяснение. Если вы знаете правильный ответ, нажимайте на свою заветную кнопку. Угу. Хорошо. Понятно? Да. Свою заветную кнопку понятно. Внимание на экран. Ну, почти как такой человек. Он не настоящий, и он не существует. Это волшебный человек. Есть холостые злые, но он холостые. Он молодой, ему 80 лет. Ну, он веселый вообще. Живет в Азии. Он живет в жарких странах. Он может разговаривать. Он прозрачный. Он синего цвета. Вадим. Нажал на кнопку первым. Джин. Вот что значит, когда человек приходит второй раз к нам на программу. Это абсолютно правильно. Разминка закончена. Но если она вам показала слишком легкой, не особо расслабляйтесь. Мы переначали мудрость великого полководца Суворова. В детских шалостях она звучит так. Легко в учении, тяжело в бою. Ведь детская мудрость сильно отличается от взрослой. И это вам сейчас продемонстрирует наш мудрец-часовой философ дня Паша. Книга – это для человека самое святое. В книге всегда записано все. Например, стихи. Например, всякие рассказы. Например, самая большая библиотека, где хранились все книги, была Александрийская библиотека. Но тогда раньше книг не было, а были раньше свитки. Это детские шаусы на канале СТС. И вот он, первый долгожданный конкурс, который называется «Детский лепет». Но слово «лепет» касается только детей. От вас мы ждем ответов, как и подобает доблестным воякам. Четких и уверенных. Не утратили еще командный голос? Никак нет. С правилами вы знакомы. На экране появляются дети. Вы ждете окончания объяснения детей. И только после этого нажимаете на кнопку. Да. Поехали. Внимание на экран. Держи себя в руках. Ну, слышала, что нам рассказывали в детском саде. Ну, я давно уже слышала в детском саду. Рассказывала, но напрочь забыла. Они сидят на деревах. Они могут затаиться в кустах, на дереве, на крыше. Они делают себе гнездом. Он должен так прятаться, чтобы его не увидели. Они очень зоркие. Они далеко видят. Их даже вблизи не увидишь. Они могут подолго не спать и не есть. И не пить. Он может сидеть, сидеть и ждать свою жертву. Он очень тихий. Он не спит. Он плохой. Он метко стреляет. Попадает в цель с первого раза. Нажимаете на кнопки Вадим Он предполагает Исходя из ду-ду-ды Снайпер Исходите вы абсолютно правильно Вадим, я вас поздравляю Вы переходите в следующий тур Спасибо Остальным участникам я желаю удачи И у них новое слово. Внимание на экран. И сервис. Нелегко им стать, потому что надо так стоять и не заснуть. Он обходит здание кругом, охраняет его, а потом его сменяет другой человек под таким же названием. Он стоит в одной позе, если увидит врага, то целится в него и поднимает тревогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, вы нажали на кнопку первым. Ну, отвечать. Я провалюсь сквозь землю, если ошибусь, ребят, извините. Числовой, числовой. И это правильный ответ. Сергей у нас проходит следующий тур вместе с Вадимом. С твой землю он у нас не провалился. А остальным участникам? Ну, давайте, бойцы, соберитесь. Внимание на экран. Они будут разными. Это бумажка размером с прямоугольник. Бывает слитый, будет хороший. У меня есть много. Их 2 миллиарда. Например, ездил ты в какой-нибудь театр или может отдохнуть. И сделал это. Ну, какие-то мне нравятся. Мне, например, такая-то нравится. Ну, вот. Они такая-то мне нравятся. Они, когда я улыбаюсь, они вперед вылазят. Мне неровная улыбка получается. Они ее удаляют. Что-то вроде рисунка, только более правдоподобно. Я обычно на них вот такая. Суско нажал на кнопку первым. Я думал, что это паспорт. Вы думаете, что это паспорт? Да. Это неправильный ответ. Владимир. Это фотография. Ну, конечно, это фотография, господи. Аплодисменты, Володя, потому что он переходит в следующий тур. Ну, а для Олега и Александра у нас есть новое слово. Внимание на экран. Ну, например, иногда большой, иногда маленький. Это никого не нравится. Я, потому что я дома, она меня ругает, и я все дома убрала, и мне собачка помогла дома. Ну, если что-то, пришел от руки, не помыла, развалился на диване и лежишь. Это что-то разбило, любимая мамина. Мама хотела меня ремнем отругать, а я говорю, не надо меня ремнем бить. А она меня поставила в угол. Могут в угол поставить, могут ремнем отшлепать, а могут мороженого не дать. Это было в последний раз за то, что я получила тройку. И шлепали. Александр нажал на кнопку первым. Подождите, Олег расстраивается. Он еще не дал ответ. Не грусти. Возьми его. Возьми. Как ты можешь? Раз, раз, раз. Это наказание. Оно бывает маленькое, а бывает большое. И это правильно. Вы здоровы. Извини, пожалуйста. Александр, я вас поздравляю, вы в следующем туре. А для Олега и Сосо у нас есть еще одно слово. Сосо, сейчас вы можете опять вступить в игру. Внимание на экран. Это добрый человек, потому что если они были бы злые, то люди бы подали жалобу. Я помню, я их хотел им быть. У него есть игрушки. Патри у него длинный. Мужчины и женщины. У него надето белое пальто и белая шапочка. Он стучит и смотрит. Мне страшно лично. А вам как? Я не знаю, как с остальным людям. И мне остальные люди. Я одна. Личная, которая сейчас у вас. Или вот мама говорит, например, надо носить брекеты, пластинку. Он лечит людей от зубов. И кто же лечит людей от зубов? Соматолог. Совершенно верно. Это стоматолог. Нет. Мы сейчас посмотрим. А позицию. Я сразу нажимаю. Я сразу попробую. Да. Олег, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на программу. Но игра есть игра. Сегодня она сложилась так. На кого давай еще раз? Сегодня она может сложиться совершенно по-другому. Да. Не жмите сейчас. Зали. Нам правда очень жалко вас терять. Аплодисменты бурные. Тай-тай-тай-тай. Жалко. Напоминаем, что сегодня победителя ждет специальный приз. Каждый, кто служил в армии, реагирует на команды подъем. Стройся практически как собака Павлова. АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот еще, например. Рота скроется на обед. Начать прием пищи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, сержант Носик, слюна пошла? Старший сержант, прошу прощения. Ну что, старший сержант Носик, слюна пошла? Никак нет. Готова в армии была припоганнейшая, скажу я вам честно. АПЛОДИСМЕНТЫ, Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот казарма, как мне кажется, потому что я в армии не была, я сейчас у вас спрошу, по-моему, приятное слово. Или нет? Ну, для вас, наверное, приятное, вы там не были. Там не была, Наташа. Нет, по сравнению с галпахтой и колонной улицей, приятное. А для вас, судя по интонации, неприятное. Нет, само слово очень приятное, но запах, она не озонирует, так сказать, воздух. Казарма пахла метров за 10, ты подходи к казарме. Вот я и думаю. То есть практически как, когда заходишь в цирк. Ни один фотограф это передать не сможет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А давайте, вы, конечно, все правильно говорите, но на самом деле все намного сложнее и интереснее. Вот послушайте, сколько всего могут рассказать наши дети о слове «казарма». Внимание на экран, это вне конкурса. Я, наверное, что-то с козом связываю. Может быть, это как конюшни, там лошадей разводят. Коза, которая все время всех бодает. Казарма – это кокос царского называют. Казарма – это место, где много коз. Это стадо козов. Казарма – это, наверное, где кого-то чему-то учат. Наверное, это здание. Казарма – это когда там какие-нибудь такие мальчики, там... Военные отдыхают или спят, или готовятся. Когда выходит генерал и приказ барабанчику барабанит, то из казармы выходит военная. Теперь ощутили, насколько их представление о мире отличается от нашего с вами. А чтобы вы еще лучше это ощутили, послушайте в исполнении детей еще одно слово. Уж точное, приятное для уха любого солдата. Само волк – это зонт. Самостоятельный волк. Это какой-то волк, что ли? Или она? Нет, наверное, такое имя. Такое существо, которое всех людей кусает. Когда вот сам человек может волка там поймать. Само волка – это такое место, куда машины приводят мусор. Да, в помойке много навалено. Это, наверное, машина, которая большой груз удерживает. Само волка – это значит самовар. Само волка? Смола? Это когда ты сам управляешь собой. Ну что, бойцы, а теперь честно признавайтесь, кто уходил с самоволку? Да как-то было. Александр. Ходил. И что вам за это было? Ни разу не был пойман. За это нет, а за то, что спал после подъема, да, за это и наказывали. А не страшно было, что вот поймают на губу? Страшно, но так интересно, что можно и порисковать. Я чувствую по глазам, по лицу, что приятные воспоминания. Куда бегали-то? Пожрать купить. В Москву позвонить. В кино сходить. С девчонками познакомиться. Просто гражданскую жизнь посмотреть. В общем, настоящие детские шалости. Абсолютно детские. Без оружия же убегали. Не знаете, куда отдать своего мальчика? Вам помогут и подскажут в центральном военкомате вашего города. Военком ждет вас с распростертыми объятиями. Будет очень весело. Приходите. О, ну что, здорово у меня получается реклама. А сейчас посмотрите, как это получается у других. Реклама на канале СТС. Мы снова с вами, какие-то шансы на канале СТС. Одного бойца мы уже потеряли. Но что сделаешь? Бой есть бой. Скажите, вы в армии в какие-нибудь игры играли? Да. Какие? Когда в армию выпадает, например, снег, ты, ну так лопатка его раз, а он идет, и так ты раз. Ты играешь. Есть еще одна хорошая игра. Приезд комиссии из Москвы. И все выдают кисточки и водоэмульсионную краску. Все идут красить плац водоэмульсионкой, потому что приезжает комиссия из Москвы. У нас была игра под названием «Тревога». В 4 утра. Не заводись. В 4 утра. Тревога. Знаете, нужно встать, быстро, да, да, все это вот на себя одеть, побежать. Я в очках. Нужно одеть на себя противогаз, бежать, ничего не видишь. В темноте. Я не понимал, что делать с ним, потому что как бы хотелось что-то видеть, я так на ощупь. Знаете, ребят, это для вас была тревога, а для командира полка это была игра в слоников. Да, да, да. Какими развлекались, да. Да. Ну, я сейчас не буду вас заставлять надевать противогазы, одеваться и раздеваться, пока догорит спичка. Я сыграю с вами в игру «Море волнуется раз». Все знают правила этой игры? Нет. Нет, забыли. В армии такому не учат. Вот они, вояки. Вот они, вояки. Консервативно воспитывались, что это такое, расскажите. Сейчас сюда выйдут дети, которым я загадаю слово. Это может быть морская фигура, степная. Лесная. Лесная. Поляночная. Задворочная. Любая, абсолютно любая. А вы должны будете отгадать, какую фигуру я загадала детям. Дети, выходите! Молодцы! Здравия желаю! Здравия желаю! Бедущий! Молодцы! Молодцы! Ребята, ну что, загадаем им фигуру? Да! Они пусть попробуют ее отгадать, да? Хорошо. Тогда первая фигура морская. Море волнуется раз, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура, замри. Вот она. Море волнуется три, море волнуется три, морская фигура, замри! Капитан. Капитан. Нет. Корабль с матросиками. Почти капитан, но не корабль. Это смело, это авангардно. Я скажу, это авангард. Дозор, морской дозор. Капитан и штурман как называются одним словом? Боцман. Как они называются? Как люди? Все вообще, которые... Моряк. Как? Моряк. Правильно! Моряк. А мы-то все. Сергей угадал. Кто у нас тут пляшет? Пляшет. Ну что, Сергей, раз я актер, угадали слово, такой веселый. Извольте показать нам следующее слово вместе с ребятами. А можно мы вот покажем? Нет, только вы. Нет, Сергей, мы с тобой, ты понимаешь. Да, и в армии нет слова «можно». Есть слово «разрешите». Разрешите, товарищи. Следующая фигура будет «небесная». Разомни. Небесная. Еще раз. О, все. Я же ворус. Давайте тогда на другое ушко. Хорошо. Он млеет, мы это видим. Тихо. Тихо. Он же хотел, давай танцевать. Значит, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Небесная фигура на месте «замри». Договорились? Да. Море волнуется три, небесная фигура «замри». Парашютисты. 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 Десантники. Правильно, Александр! А смотрите, как все здорово показали. Практически так же, как вы, Сереж, да? А хотя ребята маленькие. Ну да. Я тоже небольшой. Аплодисменты Сергею. Аплодисменты нашим будущим бойцам от всей души. Поздравляю с наступающим праздником. Спасибо, ребята. Бегите за сцену. Раз, два, левый. Левый. Раз, два, три. Левый. Левый. На экране появятся две фотографии. Те же самые фотографии мы показали нашим детям. Вы должны угадать, какую фотографию выбрало большинство детей. Но перед тем, как вы будете делать свой выбор, я вам покажу еще размышления детей. Внимание на экран. Кто круче? Десантник или пограничник? Не торопитесь с ответами. Давайте посмотрим, как размышляли наши дети. Круче тот, кто в тельняшке, потому что у него каска десантник. А десантники прыгают с парашютами с вертолетов. Пограничник, потому что он ходит с собакой. Мне кажется, что круче десантник, потому что он красивее и у него лучше шапка. Ну, наверное, пограничник. Ну, потому что он как-то выглядит более старше, наверное. Десантник, потому что он обучен и у него красивая шапка. Пограничник, потому что у пограничника шляпа очень красивая. А сейчас самое время нажать на свои кнопочки. Выбор сделан. Пограничник, конечно, старше будет прямо. Внимание, правильный ответ. Круче ребенок с тельняшкой. Потому что он красивее всех малышов. И он достойный маленький солдат. Десантник, и правильный ответ десантник. А как ответили наши бойцы? И все бойцы ответили правильно. Ну что, в этом конкурсе вы зарабатываете баллы. Поэтому я вас поздравляю, каждый из вас заработал по одному баллу. Но не расслабляйтесь, ситуация может измениться. Внимание на экран, еще две фотографии. Так. Кто лучше умеет маскироваться? Спецназовец? Или хамелеон? Кого же выбрали наши дети? Внимание на экран, размышления наших детей. Хамелеон. Потому что он поменьше, чем солдат. И, ну, он, цвет у него есть. А у солдата, ну, зеленый-зеленый себе. А у дядей тоже, они тоже могут маскироваться хорошо. Потому что у них разного цвета вещи. Это же вот, цена, и называется Наполеон. И оно все время меняет цвет. И он может все цвета применять, которые есть в мире. Солдаты. Потому что они всегда ходят по двору. Вот это вот животное. Потому что оно может менять цвет по мере того, где оно находится. Солдаты. Потому что они разукрасились в разный цвет. А сейчас сделайте свой выбор. Выбор сделан. Правильный ответ. Наверное, Хамелеон. Потому что у него... Не знаю. Потому что мне больше хочется, чтобы Хамелеонов было больше, чем солдат. Правильно, девочка. Молодец. Потому что так хочется нашим детям. А как ответили наши участники? Сговорились. И все ответили правильно. И опять все набрали по одному баллу. Молодцы. Хорошо идем, бойцы. На медаль идете. На медаль. Ну что, давайте еще две фотографии. С кем бы ты пошел в разведку? С собакой? Или с ослом? Посмотрим, как размышляли наши детки. А посмотрим, почему бы и не посмотреть. И не послушать больше, чем собак. Я пошла в разведку с собакой, потому что она серьезная. Я пошел с этим ослом в разведку, потому что может что-нибудь вынюхивать там, или что-нибудь еще делать. С собакой. Потому что она может мне не подвести. Она может тот, кто на меня нападет, просто отогнать. Мы пошли в разведку с овцой, потому что она одета в такой красивой форме. А я пойду с песом, потому что он военный. С козом, потому что он лучше одет. Это были размышления из детей, с ними не поспоришь. А теперь, дорогие участники, делайте свой выбор. Ну вы знаете, какие вопросы детям, такие у них и ответы. Внимание, правильный ответ. Вот я бы вот с этим собаком, потому что собака может охранять. Вот она охраняет. А коза, она чего? Она только в забор упирается и ничего. Коза в забор упирается и все, правильно? Вот это я понимаю. А как ответили наши? А все ответили правильно. Вот это настоящие военные. В одну ногу идете. Всех поздравляю, все набрали еще по одному баллу. Но, в принципе, те фотографии, которые я вам показывала, они были легкими. А вот сейчас-то вам придется и подумать. Не для слов. Внимание на экран. Зачем я так назвал? И я про себя. У кого красивее форма? У гусара? Или у дембеля? Внимание на экран. Размышления детей. Тот, кто в белых штанишках, он мне больше нравится, потому что такой красивый. Того человека, который в шапочке. Потому что им медаль красивая и шапочка красивая. У того дяди, который с мечом вон там стоит. Красивый костюм, красивые штаны. Там на штанах еще какие-то браслеты висят. У десантника, потому что у него темняшка клевая, фуражка и одежда. У того, кто в белых штаны. То есть у него красивая и кулата. Форму красивые у солдата в ветке, потому что у него на форуме медали разные. Ну что, делайте свой выбор. А теперь, внимание, правильный ответ. У которого шапка. Потому что у него медали тут разные. А у этого просто, как он даже не похож, мне кажется, на военного. Это был правильный ответ, а сейчас-то мы и посмотрим. Ага, я сказала, что здесь-то будет посложнее. Владимир и Александр ответили правильно. А Сусо, Вадим и Сергей ответили неправильно. Александр и Владимир проходят следующий тур. А Сусо, Вадим и Сергей получают дополнительный вопрос. Что такое дополнительный вопрос? Мы задали детям вопрос, на который они нам ответили числом. И вам мы зададим тот же самый вопрос. И чье число будет максимально приближено к ответу детей, тот и проходит следующий тур. Понятно? Да, я помню, на этом и срезался в прошлый раз. А вопрос звучит так. Какая скорость у танка? Сергей. Танкист, давай. 100. 100 километров в час. Ну, в полчаса, может быть. Ну, говори уже. Ну, 100 километров в час. 100. Все, 100. Что? Все. Принимаю. Вадим. Я так уже так догадываюсь, да, 20 километров в час. 20 километров в час. Сусо? Километру 70. 70? 70. 120 и 70. А теперь, внимание, правильный ответ. Танк очень большой и тяжелый. Поэтому его скорость примедляется. Его скорость равна 60 километров в час. Сергей. Сергей. Следующий тур. Вадим. Спасибо вам большое, что вы во второй раз к нам пришли на нашу программу. Аплодисменты! Владимир, спасибо вам большое Удачи и с наступающим праздником вас Я точно знаю, какая команда не понравилась бы нашему философу дня Отставить разговорчики Но никто ему эту команду и не дает Труд это очень хорошее качество человека тоже Например, есть пословица такая Без труда не выловишь рыбку из пруда Это говорится о том, что нужно трудиться и потом себе выловить отдых Если не трудиться, то потом не получить отдыха Но если сделать все посильным трудом Например, убраться очень сильно дома То будет очень хорошо человеку и даже его могут похвалить Мы продолжаем шалить на канале ОСС, потому что это детские шалости Сейчас мы разминаемся перед следующим конкурсом Так что о бочках думать не нужно И всю энергию можно направить на проникновение в детскую логику Скоро вам предстоит играть с очень серьезными экспертами Профессионалами в своем деле И чтобы вся глубина их познаний не стала для вас неожиданностью Давайте послушаем, как размышляют дети о разных профессиях Вот, скажем, слово, которое наверняка знакомо с Сергеем Астаховым Кто такой капельмейстер? Капельмейстер это человек, который приходит позже всех Меньше всех работает, а вот с такими движениями уходит Дирижер Но при этом делает вид, что он кто? Круче всех, как десантник с теляшкой Дирижер Военного оркестра Ну да, да, конечно А так как наши дети еще не в армии Вот чем он занимается, по их мнению Внимание на экран Он может на тракторе собирать песок И возить в детский сад или в школу Это человек, который взял зонтики Человек, который лечит других людей Или излечивает их психологию Он может командовать поварами Что он может делать в пельмени Слать потом печатку пельмени Это человек, который руками лепит пельмени В каком-нибудь ресторане там делает чизбургеры Он создает капли Для носа, для глаз, для ушей Может он капельки воды Как-нибудь откуда-нибудь достает А тот, кто капельки вытирает с окна Да, очень хорошо Теперь понятно, что общаясь с детьми Нужно забыть о своих взрослых знаниях Понятно? Так, точно Вот сейчас я посмотрю, как вам понятно Потому что следующее слово Мне бы хотелось, чтобы вы отгадали Сейчас дети вам будут объяснять профессию А мне бы хотелось, чтобы вы отгадали какую Это вне конкурса Поэтому можно это делать на расслабоне Внимание на экран В команде вольно Человек, у которого есть бизнес Ну, большой очень Это такой продюсер, который работает на сцене Ну, он делает клей Да, в кусте идет Это кто ухаживает за детьми? Тот человек, который шьет что-то для людей Это такой человек, который делает аксессуары Кольца, сережки, браслеты, цепочки Это может быть почтальон Это который читает книги Мутант Мутант Точно, это мутант Похоже на мутант и адью Адью Пока Адьюс Ребята, размышления Если отложить в сторону мутант и почтальон Это продюсер, который делает звезды Это Макс Фадзе Завернули сосок Нет Я хотел тебе сделать приятное Спасибо Дизайнер Клипмейстер Ювелир Кто это, не понятно Адью и мутант А вместе это Адьютант Правильно Адьютант Аплодисменты А следующий наш конкурс называется Ученая степень Здесь с каждым из вас будет играть отдельный эксперт Сначала для вас будет сделана так называемая презентация Он будет рассказывать о своем ремесле Потом мы задали ребенку вопрос А вы должны отгадать Смог ли ребенок ответить на этот вопрос Александр Я понимаю А вот мы начнем с вас Скажите Кем вы мечтали стать в детстве? Не говори Не поверят Не говори Скажу правду Пусть плачут себя рабочим гегемоном Что? Я брал класс массовую шаплю Бегал по квартире и кричал Я рабочий гегемонт Потом я уже хотел быть военным Кадрово-военным Военным кадровым А потом Нет, просто ничего в жизни не получилось Стал артистом И стал артистом Как некоторые люди говорят Артист Знаешь бездельник Саш Играть ты сейчас будешь Не больше не меньше С будущим снайпером Рустамом Посмотри его презентацию Внимание на экран Застрел Снайпер это меткий человек Который очень метко стреляет Из всего оружия На войне его очень часто используют Потому что он очень метко стреляет И армия если проигрывает Он как бы надежды на все армии Он потому что единственным Может попасть там в капитана А если попадут в капитана Там вот снайпер То уже как бы Эта армия без капитана бесполезна Капитан как бы самый умный у них Снайпер если он очень часто стреляет Из винтовки У него даже по моему глазу так Остается все время закрытым Он очень ловкий Он может быстро все делать И перезаряжать Поэтому его считают Таким мощным Морчат То есть я знаю теперь Все зло в армии от капитанов Рустам ты прав Саш ну как Ты молодец Все по полочкам Быстрый меткий глаз Вот так стреляет Главное капитана найти И зафигарить его Если ты увидишь на улице Человека включили Это сайпер Вопрос Что значит попасть в яблочко Как ты думаешь Знает ли Рустам Рустам знает Все такое яблочко И как за него взять И как в него попасть Внимание Решается твоя судьба Попасть в яблочко Это попасть в цель Которую назначили снайперу Мужчина Я Александра поздравляю Потому что он проходит Следующий тур Сережа Да Есть такая поговорка Кто в армии служил Тот в цирке Не смеется И вот играть вы сейчас Не скажи Как раз То есть нет Ну отчасти Но присутствующих здесь Мужчина это не касается Нет В цирке смеетесь Конечно Я туда и выхожу И вожу своих детей Любите цирк Конечно А вот наш следующий эксперт С которым вы будете играть Его зовут Витя Он тоже любит очень цирк И не просто его любит Он хочет стать в будущем Циркачом Вот давайте посмотрим Что он знает о цирке Давайте Мне нравится ходить в цирк Потому что Потому что Там очень интересно Там покупают билеты И заходят Такой как бы Круглый как шар И там показывают Много животных Там актеры Ну сначала тренируют Ну за ареной А потом выводят И там всякие трюки показывают Всякие фокусы показывают Например Девочка залезла в ящик Ее накрыли черным одеялом И раскрутили А потом открывают А там черный тигр Еще в цирке На проспекте там Вернадского Может меняться арена Сначала Может песок Потом вода Потом асфальт Потом трава Ну как вам Сергей Знание Ну знаете Я теперь понимаю Ребят Почему После таких слов На Новый год Как все сообщали Все газеты Все пошли на цирк Вернадского Ну это же Сережа играете вы Потрясающее на самом деле С Витей А вопрос мы ему задали такой Да Кто такие униформисты Как вы думаете Знает ли Витя Нет Вы знаете Нет Я как Витя Я с ним вместе Внимание Правильный ответ Ну это фокусники Которые там Ну как маги А я вам Сергей Поздравляю Как я был правильный И вы Следующим Кто Да Витя Я сразу понял Когда тебя увидел Что мы учились В одной школе Вы любите кататься На машине Я люблю Но я не вожу машину У меня супруга Сидит за рулем Поэтому Все замечательно А то есть вы с ней Поменялись местами Вы рядом Жена за рулем Трое детей На заднем сидении Дуже хорошо Дуже хорошо Сусо Вы сейчас будете играть С будущим Автогонщиком Давайте посмотрим Что же он знает Об этой профессии Внимание на экран Автогонщики Это такие Люди Которые ездят Быстро Быстро На машинах И любят Очень спорт И Ну Они могут Быть Разные Гонщики Девочки Мальчики И они Могут ездить На разных машинах На феррае На Форте Они одеты У них есть Такой шеер Специальный Защитный И очки Которые они И куртка Специальная Такая Я верю Я верю У них Давайте посмотрим Так не честно Так не честно И стоп Значит На старт Внимание Макс Даня Ты гений А Даня К сожалению Не знал Ах 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 Ты гений Ах Сусо Но вы пока Не расстраивайтесь Вот есть у вас сосед И что Его зовут Володя Володя Да Я тут Да Кем ты мечтал Стать детством Ну вот если детство Считать Школьные годы То я как-то Уже тогда Подумал Что нажимать на кнопку Хорошая профессия Профессия должна быть Очень расслабленная Вот так Нажимаешь на кнопку И все Обратите внимание Воздуграешь От Бога Владимир Широп Браво Володь Ты будешь играть С Ромой Он будущий Кораблестроитель Я об этом все понимаю Да Давай посмотрим Как он понимает Как Валерина Иванова Кстати Да Да Корабль Это Тот транспорт Который перевозит Людей На нем есть Шпангуты 25 Они нужны Чтобы Лодка Держалась Есть еще Киль Это Дверяшка Которая Лежит Посередине Лодки Есть Кормовое Сидение Есть Кормовой Решетчатый Люк Есть Мясовой Решетчатый Люк Есть Цепные Подъемы Чтобы Поднимать Лодку На корабль На корабле Есть Два Паруса Кильфок Один Правый Другой Левый Они Присоединяются К мачте Мачта Это Такая Деревяшка Которая Ставится На лодку А другая Лежит Ты Расставкал Ну как Тебе Супер Я так Много Не знаю Про свою Профессию Ты так Много Не знаю Он Молодец Он Молодец Но Все Хочу Тебе Зачитать Вопрос Как Ты Думаешь Знает Ли Рома Что Такое Ватер Линия Я Думаю Что Он Все Таки Он Знает Ну Что Он Все Таки Знает Я Выгоните Меня Он Знает Принято Внимание На экран Ватер Линия Это Уровень Осадки Корабля И я поздравляю Владимира Широмова Закон Следующий тур Сусо Большое спасибо За то Что вы к нам Пришли Браво Поздравляю Всех лучших Дальше Третьих Поздравляю Будьте Поздравляю Не знаю Какую профессию В будущем Выберет Наш Философ Дня Но пока У него Все отлично Получается Внимание На экран Забота Это например Забота О детях Это Надо о детях Заботиться Ухаживать За ними Учить Их всему Лишь Например Ухаживать За малышами Это сложно Ночью Они иногда Плачут Также Еще Взрослым Нужно делать Уроки Потом Еще Приводить Детей Из детского Сада И многое Чего Нужно Делать В заботе Ну что с вами Это детские шансы На канале СТС И мы Продолжаем В одной из наших Программ Мы спросили Наших детей Что такое Свадьба И посмотрите Что они Нам ответят Не может быть Такого Что Мужчина С мужчиной А женщина С женщиной Потому что Женятся Мужчины Не могут Рожать А если Воссоединить Взрослого Мужчину Взрослую Девушку Получится Так Что Родит Женщина А Воспитать Будет Мужчина Это Товарищи Это очень смелое Утверждение На самом деле На самом деле На самом деле Новые политические Партии Женщины Вот мы сейчас Об этом Обо всем И поговорим С Данилой Мы не смогли Удержаться И пригласили Его к нам В студию Встречаем Данил привет Как дела? Хорошо? Ну Расскажи Откуда Такие познания? Ну Из всяких Сериалов Низков Книг Вот что Виновник А в каких Сериалах Про это Рассказывают Что Мужчина Рожать Не может Ну Во всяких А может Может все-таки? Рожать Не Потому что У женщины У нее есть инстинкты И только она может Родить А мужчину Воспитать Да А женщина Может воспитать? Ну Иногда Да Иногда Может воспитывать То есть В основном Воспитывают Только мужчины Да Понятно Скажи А тебя Кто воспитывает? Папа И мама Папа И мама Все-таки Мама тебя Воспитывает? Да Получается А у кого Лучше получается У мамы Или у папы? Да Вроде Все одинаково Спасибо тебе большое Дай мне пожму Твою классную лапу Привет Маме И папе Спасибо Ну вот Мы и дошли С вами До очередного Конкурса Детских шалостей Который Называется Третий Лишний Вы уже Ознакомились С правилами Этого конкурса В разминке Когда нужно Угадать слово Но не нужно Ждать Когда закончат Его объяснение А можно Если вы знаете Правильный ответ Сразу нажать на кнопку Внимание на экран Первое Слово Чаще это мужчины Хальчишки Я не знаю Сколько ему лет Чаще всего Они бывают молодыми Потому что Если они старые У них ничего не получится Их готовят в школе И в университете Он любит женщин Это те Кто любит Подглядывать Подсматривать За всеми Чужие письма читают Они делают Потому что У них работа такая У них всякие штучки Есть интересные Радио в зубе Телефон в ботинке Телефон в ботинке Сергей нажал на кнопку Когда? Вот тебе Солдат Ответ И это неправильный ответ Ребят Слушайте дальше Давайте Хочу То же самое слово Продолжаем Слушаем Называется Развечками Послушали? Да Вы послушали Да Я в смысле не добавил Я в смысле не добавил Коллеги Развечки 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 Владимир Я думаю что это шпион И ваш ответ Да Да Это Ура Ответ Володя Я тебя поздравляю А для Сергея И Александра У меня есть еще одно слово Очень-очень отважный человек Который такой сильный Вот он защищает кого-то У них были такие доспехи сильные Шлемы тяжелые У них все есть маска черная Они ходят босиком И У них такие костюмы Как комбинезоны Одни глаза видны У них узкие глаза Ниндзя Ниндзя Александр Ниндзя Ниндзя говорит Пожимай И это неправильный ответ Сергей А сейчас у вас уникальная возможность Дослушать слово до конца Абсолютно спокойно Я особо, в принципе, не нервничал Но сейчас попытаюсь собраться Давайте, соберись Он бывает без косички А бывает с косичкой У них Острый меч Он слушает хозяину И когда он в чем-то провинился Он обязан себя сам убить Бывает, что делает характер В основном он бывает в Японии и в Китае Да, был голодный Ниндзя О, нет, подожди Кать, Кать, Кать Все, все, все Ха Чуша И кто же? Кого вы только что показывали, Сереж? Кнопку нажмите свою, Сереж Нажми на кнопку Получится Иди сюда Иди сюда Нажми, жми на кнопку Нажимай кнопку и говори за меня Замурай Правильно Вот так вот, дорогие телезрители Дети уже берут этих солдат в свои руки Сереж, я вас поздравляю Вы проходите следующий тур Владимир проходит следующий тур Александр Товарищи Меня ждут Я сказал, я буду прикрываться Я же тебя убил Я же тебя убил А есть последний силы понарошку Бери пулемет, строчи Есть Я пошел за сцену Я пойду его там возьму Ты глянь, ты глянь, ты глянь Давай, мочися Ты глянь, ты глянь Все Аплодисменты Александру Носику Большое спасибо за то, что он к нам пришел Подарил столько улыбок Улыбок, хорошего настроения Саш Поздравляйте с наступающим праздником Счастья, здоровья, удачи, любви Самого-самого наилучшего Я уверена, что когда наш философ дня вырастет и придет играть к нам на программу, он обязательно будет самый первый нажимать на кнопку и давать правильные ответы Но пока у него счастливая пора детства, когда можно спокойно посидеть и пофилософствовать Мир это когда нет войны Мир это когда всегда светит солнце Например, после войны с Америкой и Японией и войны всего мира с Гитлером В 1947 году была образована Организация Объединенных Наций или ООН Мы снова с вами, это Детские Шалости на канале СС И наши бойцы практически дошли до самого финала То есть вы уже все, осталось один шажочек И вы превратитесь не просто в бойцов, вы превратитесь в детей А это самая главная задача на программе Детские Шалости И следующий наш конкурс называется Игра в Срепую К нам сейчас в студии придет известный человек Я его вижу, телезрители его видят, зрители видят Вы начнете нам завидовать, тоже захотите его увидеть Но мы вам его не покажем, пока вы его не отгадаете И единственная ваша надежда, это конечно же наши дети Сюда будут две девочки Одну зовут Снежана, а другую Василиса Именно они сегодня будут вашими глазами Девчонки, выходите! Привет, девчонки! Здравия! Ну что, девчонки, будем парнем помогать? Да! Праздник у них все-таки на носу Не хочется, но надо Ну что, ребят, начнем? Мы готовы! Звезда, выходи! Девочки, вы узнали? Да Узнали Там тетя или дядя? Там тетя Там тетя Какие у тети волосы? Коричневые волосы А чем эта тетя занимается? Она сьет одежду То есть она, получается, дизайнер? Модельер Модельер? Да У нее есть цепочка У нее есть цепочка, очень красивая на ней надета О! А что еще можем сказать? Можем сказать о том, что тетя совсем недавно стала мамой Ну, одета во что? Она яркая что-нибудь? Ну, она такая Она... Темная Темная Такая серенькая, да? Да Ну, Володя, если тетя дизайнер, она может быть одета во что угодно Ну, да Понимаешь? А вы рост какой? Или вы сказали уже? Большая тетя, маленькая? Большая Ну, больше, чем я? Такая же Такая же, как я? Такая же Значит, давайте переберем, о чем мы говорили Это дизайнер Дизайнер Коричневые волосы Она сейчас в модных журналах А где-то в чем? Она в модных журналах снимается Вот сейчас она такая Я знаю, кто это Ну, нажимай на кнопку А, да? Да Ага Я знаю, кто это Подожди, Володя, только я сейчас должна тебя предупредить Если ты дашь неправильный ответ То автоматически Твой конкурент Проходит Следующий тетю Я недавно снимал Мне кажется, вы описали еще и похожее Девушка Ну, я не знаю Я так думаю, что это Ну, из тех, кто снимается часто Небольшой рост там С цепочкой с ребенком Это, мне кажется, это Маша Цыгаль Нет? Да, это Маша Цыгаль Сегодня у нас гостях Маша Выходите к нам Маша, у меня праздники Девочки, спасибо большое Вы так чудесно меня писали Как поживают ваши детишки? У вас один ребеночек? Да, у меня пока один ребеночек Сенечка, ему скоро будет 3 годика Он поживает чудесно и волшебно То есть тема программы нашей вам сегодня близка? Ну, в общем, да, конечно Она мне и вчера, и позавчера близка Уже 3 года, это близкая тема А, Владимир, я уточню У нас сегодня программа У нас праздник совсем на носу Мы сегодня поздравляем мужчин Защитников Отечества Скажите, вы сегодня довольны тем, как одеты наши дорогие мужчины? Ой, наши мужчины прекрасно одеты Кстати говоря, они всегда волшебно одеты Со вкусом, красиво, хорошо Очень мужественно Спасибо вам большое, Машина, за то, что вы к нам пришли Аплодисменты, Мария Цыгаль Счастливо Спасибо Ну что, девчонки Вы познакомились только что с супердизайнером Захотите потом приобрести какую-нибудь одежду Которую она придумала Тогда бегите скорее, спросите, где ее можно купить И скидки, просите, скидки А у нас определился пенаист детских шалостей Это Владимир Широков Сереж Ну что, запал потеряли, что ли? Или как? Устали? Или не смогли угадать? Что случилось? Я смотрю, вы в такой какой-то вот некой какой-то растерянности Мне правда жаль, что я не узнал такую известную и такую красивую женщину и такого профессионала, дизайнера Жалко Хотя это имя и фамилия я очень часто слышал Ну, прежде всего, всегда приятно поработать и соперничать с сильным противником Хотя это все игры Я тебя поздравляю Я подумал о том, что Вот я посмотрел на детей на экране На вас в студии, вот на этих маленьких малышей И я думаю, ты со мной согласишься Мы не зря в свое время защищали родину Чтобы видеть перед собой сейчас такие красивые, замечательные улыбки, глаза и такие лица Детишки, мы вас всех любим Пока! Серега, большое вам спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам на игру Аплодисменты вам и с наступающим праздником вас! А нас ждет финал Ура! Ура! А Володя дошел до финала и сам финалита! Володя, я очень рада! Володь, я очень рада, что ты дошел до финала И сейчас самый, мне кажется, интересный, но и самый сложный конкурс в нашей программе Сейчас ты меняешься с детьми местами Всю программу дети объясняли, а ты пытался их понять А теперь ты будешь объяснять, а дети будут пытаться тебя понять У тебя для этого есть 10 слов и 1 минута За каждое угаданное слово детьми ты будешь получать деньги И слышать вот этот звук, если ответ будет правильным Если дети отгадают все 10 слов, ну, там уже поговорим Но мы не будем загадывать наперед Давай сначала посмотрим, что и как у нас получится в этом конкурсе Ну да, 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 я без опыта Дети, выходите! Здравствуйте, мои хорошие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, дети! Володь, значит, объясняй, как хочешь, показывай на себе, спрашивай их И на тебе можно, да? Хорошо Вон там, мимо, все что угодно Самое главное не говорить слово по буквам И не говорить однокоренных слов Боец, вы готовы? Да, 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 я готов! Или как, есть, не знаю, что говорить нужно Я готов, все, поехали Я готов На старт! Внимание! Марш! Друзья, банка с едой открывают Вот так, банка с едой открывают Актерная банка На природе люди живут На природе люди живут, такой домик, домик, строят, строят домик Правильно, палатка? Давай, давай Человек с такими погонами, погонами, с самыми большими погонами Человек, человек военный Кто? Сицеция Ну, почти что неправильно Поехали дальше Давай, давай, время Подумайте, видите, смотрят, смотрят Вот, правильно, да Люди уезжают куда? После работы уезжают куда? Домой, домой Отдыхать, 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 отдыхать Поехали дальше Человек ищет, 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 узнает Собирает информацию Ну. Вернись к предыдущему. Едет военные, военные, военные машины, едет, едет, по полю, по полю, едет. Да, там. Военные, военные, взлетает. Самолет, самолет. Не совсем. Это оружие, оружие взлетает, бум. Бум, ракета. Ходит, ходит, ходит. Стоп, время началось. Володь, ну ты молодец. Видишь, шесть слов. Из десяти, да? Десять тысяч рублей. Вау! Я еще и денег заработаю. Ты еще и денег заработал. Но, перед тем, как я все скажу тебе, я хочу сначала сказать нашим детям. Потому что именно они сегодня тебя довели до финала. Ребят, большое вам спасибо за то, что вы так здорово отгадывали. Так быстро отвечали. Такие интересные нам вещи рассказывали на протяжении всей программы. Мальчиков я поздравляю с наступающим праздником. Девчонки, берегите наших защитников. Они, с одной стороны, такие сильные, а с другой стороны, такие слабые. И им так нужна женская забота. Бегите за сцену. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо, дети. Володь, я тебя тоже от всей души поздравляю с праздником. Желаю тебе всего самого хорошего, счастья, побольше выставок, творческих каких-то идей, ну и, конечно, хорошего материала. Володь, большое тебе спасибо. Спасибо. Но помимо того, что ты с нашей программой уносишь 10 тысяч рублей и хорошее настроение, ты еще унесешь с собой хорошее здоровье. Потому что мы тебе сейчас подарим витамины. Прекрасно. Приз специальный в студию для Владимира Широкова. Специальный приз для Владимира Широкова. Чтоб всегда себя чувствовал хорошо. Чтоб не болел. Да, да, да. Это то, что мне не хватает. Да. Чтобы думать, да, и просил снимать витамины, всем рекомендую. Поздравляю вас с победой и дарю специальный приз. Годовой запас витаминов Мультитапс. Витамины Мультитапс – это отличное датское качество и 50-летняя история. Они помогут поддержать иммунитет, меньше болеть, чувствуют себя на все сто. Мультитапс – это забота о здоровье всей семьи. Володенька, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Все самое лучшее. А наша программа еще не закончена, потому что в нашу студию идет человек, которого вы все очень хорошо знаете. И я уверена, что будете очень рады его видеть. А сейчас, дорогие телезрители, как я вам и обещала, в нашу студию пришел наш философ дня Павел. Встречаем его! Павел, привет! Здравствуйте! Как дела? Нормально. Как настроение? Отличное. Тебе понравилось быть философом дня? Да. Скажи, пожалуйста, так как сегодня у нас программа военная, в каких войсках бы ты хотел служить? Ну, в любых. Как-то в любых? Ну, в разных. Сразу в разных? Да. Сразу в разных войсках? О, настоящий военный. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты любишь готовить. Да. Так, может быть, в армию пойти поваром? На кухне служить? Ну, может быть. А чем бы ты кормил солдат? Пиццей, например. Пиццей? Угу. С какой начинкой она будет? С сыром. Так. С сыром, томатным соусом, базиликом, сыром моцереллы, сыром пармезаном, соусом башамель, тмилом. Эх, вкуснотища. А ты уверена, что солдаты это будут есть? Конечно. Скажи, а ты думаешь, что в армии есть такие продукты? Моцарелла, базилик? Ну, нет, но можно из чего-нибудь другого приготовить. А если бы тебе сказали, вот у нас есть картошка, вот у нас есть еще что-то, из чего бы ты приготовил? Ну, пиццу можно делать из любых вещей продуктовых. А можно ее сделать из тушенки и хлеба? Ну, из тушенки можно, но хлеб можно добавлять только такой гренками, крошками. Скажи, а ты когда-нибудь готовил перловку? Нет. Нет? А ел когда-нибудь? Нет. А с чем бы приготовил перловку? Перловку бы с курагой. С курагой? Да. А ты знаешь, что такое перловка? Ну, это каша. Правильно. Ну, настоящий философ не, который знает абсолютно все. Павел, большое спасибо за то, что ты к нам пришел. Ты замечательный философ. И когда ты подрастешь, приходи и участвуй в нашей программе. Спасибо тебе. Аплодисменты Павлу! Это были детские шансы на канале СТС. А сейчас вас ждет подарок. В нашей студии сейчас появится человек, настоящий мужчина, прекрасный артист, да еще к тому же и маршал. Встречайте Александру Маршал в программе «Детские шансы». Позади рай военкомат и куда-то увозят ребят. И колеса в вагона стучат. Ты солдат, ты солдат, ты солдат, ты солдат. Вот и новый дом, твой батальон. Позабудь про куриный бульон. Будет трудно и строг твой комбат. Но солдат, ты солдат, ты солдат, ты солдат. От рассвета до заката. Есть работа для солдата. Это так, братушки, все же. А не ты тогда, кто кто же. С позором, кто скрипит, но беги. И натер летят им сапоги. Но беги, сделай вид, что ты рад. Ведь солдат, ты солдат, ты солдат, ты солдат. Как бойцу, тебе форма к лицу. И с утра ты уже на плацу. Больше ногу, ровнее автомат. Ты солдат, ты солдат, ты солдат, ты солдат. А от рассвета до заката. Есть работа для солдат. Это так, братушки, все же. А не ты тогда, кто кто же. А от рассвета до заката. Есть работа для солдата. Это так, братушки, все же. А не ты тогда, кто кто же. А от рассвета до заката. Есть работа для солдата. Это так, братушки, все же. А не ты тогда, кто кто же. А от рассвета до заката. А от рассвета до заката. А от рассвета до заката. Какой ты тогда, вчера на уроке-то пел? Какую? Ты не про тень пел? Тень, тень, патитень, Выше голодоплитель. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. Были ночи, были дни, Оставались мы одни. Не пойму, как все случилось, Но я, кажется, влюбилась. А я под вечер ухожу. Совершая красавица.